Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. 6 августа. Продолжаю описывать томаты новинки, которые в огороде, в каталоге в этом году впервые. И томаты, которые чем-то отличаются. Короче, самые удивительные томаты я описываю более подробно. Вот только что я рассказывала про номер 566 дрова. Это новинка. А сейчас я буду рассказывать об удивительном, прекрасном сорте томатов ладошка. Которые в прошлом году, кто покупал их позапрошлым, очень удивляются. Мне люди даже пишут, что как так? Пишут, Ольга Павловна, может такое быть или нет, что в томате, например, вообще нет семян. Я вам заявляю, ну как ответственно, что да, может. И ладошка это именно тот сорт, который может вам дать огромный, прекрасный плод. Ну там 2 или 3 семечки. Возможно, вы их не найдете вообще. Вот смотрите какие. Ну, во-первых, я расскажу сейчас, как он выглядит. Если про предыдущий сорт дрова я говорила, что это низкорослый такой гномик, детерминатный. Его можно, вот пишут, что его можно и на балконах дома вырастить. Он не занимает много места, он не вырастает на улице более 30-40 сантиметров. То ясно, чтобы вырастить вот таких красавиц, выносить куст должен быть большой. И ладошка это индотерминатный сорт, который потребует от вас полностью ухода и посынкования, и подвязки, и всего-всего-всего. Помидоры не розовые, а красные. У нас пошла тенденция, что все начали выбирать розово-плодные томаты. Но есть красные томаты, которые не уступают ни в чем. Вот я убедилась в этом нынче, когда вот от Ларисы Козлова из Тулы получила очень много томатов. Вот эти томаты, потом там какие-то... Ну, много красных томатов, которые именно очень сладкие, у которых мало выражена кислинка. И вот сорт ладошка это такой. Конечно, в магазине вы его не найдете. Я тоже приобретала у частного коллекционера, потому что этот сорт считается редким коллекционным. Вообще, это семейный сорт. Ну, кто-то его изобрел. К сожалению, я не нашла информации о фамилии, но я знаю, что это сорт не в магазинах. Как описана форма? У него очень интересная форма. Где-то его называют ладошки, где-то его называют ладошка. Потому что он, вот так его, если положишь, он такой, как томат, обычно плоский. Плоский, как большой, огромный гребешок. И он плоский может быть вот такой формы, которая ближе, как сердцевидно вытянутая плоская. Так его иногда называют. Может быть, вот такой формы. Вообще, какой-то округлый гребешок. Ой, тут травма у него. Видите, он как хребет горный какой-то. Короче, пишут, что это удлиненные, сердцевидные или заостренные, сливовидные формы с гранями и с ребрышками. Я такие томаты называю гофрированные. Вот он какой-то гофрированный томат. Он именно весь в складочку, в складочку. Может быть, и вот такой. Видите, какое сердце у нас тут есть. Есть сердце вот такое. Потом еще что про него сказать. Ну, вообще, масса указывается 150-450 грамм. Вот такой размах. Но у меня были и 600, и 700, зависит. Ну, не знаю, зависит, наверное, и от плодородия почвы, и от условий выращивания, и от погодных условий. Вот в этом году было лето солнечное, жаркое, знойное, и воды не хватало томатам. Нынче сильно больших томатов нет по весу. Но тогда, в те годы, когда лето солнечное и жаркое, мы знаем, что происходит с нашими томатами, они не добирают форму, но у них повышенное содержание сахара. То есть в этот год они сладкие, сладкие, сладкие. И вот про них я всегда жалуюсь, что сплошное помидорное мясо, несколько семян на такой огромный плод, плодоносит до самого конца, отдаст вам все, до заморозков будет, прям до холодов. Но нужно, конечно, чтобы было на солнышке, нужно, конечно, чтобы почва была плодородная, или хотя бы делать подкормки, потому что вы видите, вот эти огромные плоды, они на кистях такие лежат. Сейчас буду разрезать. Я взяла из лотка совсем другую, потому что у меня, я вчера больше ведра их обыграла, их очень много. Но я их за эти годы резала не раз. На разрезе она такая очень красивая. Видите, какие разные разрезы некоторые, просто с нежинкой, а это как-то вот затеяли вот таким лабиринтом. И если снаружи она красная, видите, то изнутри мякоть розовая, и вот с такими малиновыми разводами. Я всегда вам говорю, что вот такие малиновые разводы свидетельствуют нам о том, что томат очень вкусный и томат сладкий. Сейчас попробуем, подтвердим или опровергнем. Кислого вообще нет. Он не приторно-сладкий, а вот именно томатный вкус. Но вот эта нотка кислинки, она когда кушаешь незаметна. Только потом, как послевкусие, чуть-чуть еле заметная кислиночка. Очень вкусный. Конечно, он мясистый, сейчас еще одну разломлю. Ну, такой томат, он невкусным не может быть. Представьте, сколько, как долго он висел на солнце. Сколько надо времени, чтобы вот он после формирования, он сначала чуть меняет цвет. Сейчас еще раз деру. О-о-о, ну, конечно. И вот смотрите, вот это, главное, сахаристая на разломе. И вот вы видите, она как однородная и такие малиновые, вот такие прожилки идут. Все. Это значит томат прекрасный на вкус. Видите, какая разница, что снаружи, вот я вам покажу, снаружи красная шкурка, а внутри розовая с малиновыми прожилками мякоть. Ну, прекрасный сорт. Что о нем сказать? Очень хороший сорт. Плохо только, что в нем мало семян. И плохо, что его не продают в магазинах. Вы, наверное, слышите, когда я говорю во время вот видеообзоров каталога, говорю, что вот эти семена, ой, эти томаты можно свободно, особенно наши сибирские серии, можно свободно пойти и купить в магазин. Для того, чтобы такие простые томаты приобрести, ну, не обязательно где-то их заказывать, но вот этот сорт ладошка, он совсем не такой. Его в магазине не купишь, и если вы хотите развести этот томат, его нужно обязательно где-то у кого-то или брать на обмен, или заказывать у частных коллекционеров. Все, до свидания, ладошки, оценка 5 с плюсом, больше иного быть и не должно. А, я хочу про нее сказать, если кто не знает, в прошлом году мне уже предлагали вывести ее из категории простых семян и убрать, как там, где по 10 штук я фасую, убрать и раскладывать по 5 штук, как все делают редкие коллекционные. Но в том году мы не успели это сделать, и мы все семинары заслали, хватило, конечно, очень маленькому количеству людей, хотели взять их большее количество. В этом году ладошка фасуется по 5 семян, так как цена не изменяется с прошлого года, что она в прошлом году какая была, то и в этом году просто в пакетике с редкими коллекционными будет не 10, а 5 семянок. Все, до свидания.